В Америке все больше нарастают панические настроения, вызванные массовыми расстрелами. Несколько часов назад Барак Обама прилетел в переживший трагедию Ньютауна и встретился с родителями убитых первоклассников. Президент заявил, у властей США не осталось выбора и нужны срочные перемены. Уже более 100 тысяч американцев требует ограничить продажу оружия. Екатерина Иванова продолжит. От этой трагедии в провинциальном Ньютауне оправятся не скоро. Кровавая бойня в школе, в результате которой погибли 20 учащихся и шестеро преподавателей, потрясла весь мир. Барак Обама встретился с родными погибших с глазу на глаз и искренне заявил, безопасность детей даже в США оставляет желать лучшего. Надо что-то делать. Мы больше не можем терпеть. Подобным трагедиям надо положить конец. И для этого нам предстоит измениться. Ни один, ни даже ряд законопроектов не решат полностью проблемы насилия в обществе. Однако государство не должно мириться с тем, что массовые бойни становятся обычным явлением американской действительности. Правда, конкретики президент все же избежал. Вопрос свободного владения оружием в Америке слишком болезненный. Тем не менее, расправа над ни в чем не виноватыми детьми всерьез заставила задуматься, не пора ли ввести ограничения и запретить хотя бы оружие и винтовки. Гибель школьников стала своеобразным катализатором. Люди, наконец, заметили в новостях, что непроисшествие обязательно связано с оружием. Из последних – пальба прямо на парковке торгового центра в Калифорнии. Стрелок остановился только тогда, когда у него закончились патроны. К счастью, он никого не задел. За прошедшие выходные в Америке это уже третий случай бессмысленной агрессии с применением огнестрельного оружия. В субботу в штате Алабама мужчина ворвался в городскую больницу и открыл огонь по пациентам и врачам. Шесть человек были ранены. Полицейский, который попытался задержать преступника, убит. По роковому стечению обстоятельств детей расстрелял совсем еще молодой человек. Ему было всего 20, а в тир его привела мать. Именно ее невменяемый стрелок убил первый. Что толкнуло его на поступок, который не поддается никакой логике – загадка. Адам Лэнс застрелился. Она забрала его из школы, не зная из-за чего. То ли были проблемы с обучением, но не успевал, то ли из-за проблем с поведением. Но я могу сказать, что он был очень умный и одаренный мальчик. Эта расправа потрясла американцев до глубины души. Люди настолько шокированы и испуганы, что даже решаются сдать оружие. Большой супермаркет в городе Балтимор совместно с полицией запустил программу обмена пистолетов, винтовок и автоматов на продовольственные ваучеры. В результате только за один уикенд удалось собрать более пяти сотен стволов. Все, что мы собираемся сделать – это просто сжечь все оружие. Мы не хотим повторения инцидентов в Коннектикуте. Мы видим, как легко это оружие может достаться детям и подросткам. Никто не может быть уверен, что это оружие не будет направлено против мирных граждан и тем более малолетних детей. Впрочем, все прекрасно понимают – на акцию пришли уравновешенные люди, угрозы от которых вряд ли можно ожидать. Между тем, на руках американцев находится как минимум 20 миллионов единиц огнестрельного оружия. И большинство, даже после массового расстрела детей, не готовы пожертвовать своим правом на свободное владение винтовкой, автоматом или пистолетом. Кому что нравится. Екатерина Иванова, Дмитрий Пищухин, Вячеслав Голубь.